Буддисты верят, что звон этого колокола очищает пространство и помогает усмирить собственное «я». А еще символизируют главные добродетели, подобные им есть практически во всех религиях мира. Пять утра. У входа в гостиницу артистам Александринского театра во весь голос поют коллеги из бурятского драматического, а не вожители Гессери, спустившимся на землю для подвига добра. В каком-то смысле героический путь до Улан-Удэ проделали и гости из Петербурга. С пересадки в Москве почти день в дороге. В благодарность за терпение они получают в подарок шелковые шарфы. Хадак – символ неба и буддистского гостеприимства. Исагана Диэн – священную белую пищу, молоко в знак чистых помыслов и согласия. В Бурятии, где самобытно и, главное, гармонично сосуществуют религии, богатая и разнообразная духовная жизнь бурлиты в храмах искусства. На сцене театра оперы и балета звезды монгольского танца рассказывают историю двух лучших подруг, одна из которых жертвует собой ради семейного счастья другой. Понятная без слов благодаря неоклассической хореографии. Русский балет – эталон для всего мира. Почти все успешные артисты в Монголии получили образование в Перми, Петербурге или Москве. Приезд сюда и продолжение связей с Россией – бесценный опыт. Монгольские артисты оказались в Улан-Удэ сразу после международного конкурса в Америке. Гастроли одновременно с петербургской Александринкой не смутили. Сцен и зрителей в столице республики хватит всем. Есть разные проекты, которые мы там услышали, что вот так можно делать. И теперь это реализовываем, пробуем. Александринский театр привез Бурятию не только спектакли, но и лекции с мастер-классами Национальной театральной школы. Похожий на буддистские мантры, этот дыхательно-пластический тренинг Теодора Терзопулоса преподается в 30 университетах мира и проводится перед каждым спектаклем именитого греческого режиссера в Петербурге. Главное не напрягать мышцы, максимально расслабить тело, чтобы оно само подсказывало артисту, как правильно работать на сцене. Как за 40-50 минут снять зажимы, вернуть телу энергию и правильно дышать, молодые артисты рассказали и показали всем желающим. От актеров и педагогов до студентов творческих вузов. Одни вспомнили молодость. Только студенческие ощущения, забытые, какие-то такие упражнения, которые именно первый, второй, третий курс Академии театральной. Другие получили новый опыт. Конечно, обязательно перед выходом на сцену все это будем повторять, вспоминать. Это было прям энергия, сейчас дальше еще пахать хочется, еще больше теперь. Делиться энергией артисты Александринского продолжили в Бурятском театре драмы. Там обычно ставят народный репертуар. Сегодня спектакль «Демагог» по пьесе Кирилла Фокина о событиях пятого века до нашей эры, пелопонесской войне между Афинами и Спартой. Ай, ты, придурок, что там свистел? Ну-ка, подойди сюда, сейчас тебе пару зубов-то вызову. Что здесь происходит? Здесь суд граждан или торговцев рыбой? В Александринке он идет без малого пять лет на новой сцене, что вмещает всего полсотни человек. Примет ли зритель версию для полноформатного зала? Вот что больше всего волновало артистов. Больше людей это увидят и больше будет либо отдача, либо неприятия. И все равно какая-то энергия будет идти. И чем больше энергии, тем круче. Вечная тема «Пути наверх» и внутреннего краха героя бурятским театралам оказалась близка и понятна. Зрители аплодировали стоя. Другого приема, по мнению худрука бурятской драмы Саяна Жамбалова, сложно было представить. С Ленинградом, затем Петербургом у него и его театра связь самая, что ни на есть, прямая. Четыре поколения артистов из Улан-Удэ учились там в легендарном институте на Маховой. Я не скажу, связанность с интеллигентностью, с каким-то отношением, но что-то это есть. И мы всегда различаем это. Те, кто отучился в Ленинграде, и те, кто в московской школе, театральной школе. Бурятия – республика многонациональная. На местном конкурсе красоты, как в театре, девушки представляют народные промыслы и традиционные наряды. И считалось, что у кого гибкие руки, тот очень хорошо шьет. Понятно? Поэтому покажите, что вы хорошая хозяйка. Русский, бурятский, казачий, венкийский и даже сайотский этно-стиле в моде у молодежи. Само слово культура – это культивировать же. А у нас же регион сакральный, духовный, и мы культивируем душу. А так репетирует театр «Байкал». Ему почти сто лет. Своеобразная творческая визитная карточка республики. Знакомство с национальной культурой – конечно, это такой долгий процесс. Но тем не менее, мы начали по своей стране гастролировать. И это тоже для нас раскрывает горизонты. Владивосток, Новосибирск, Красноярск. Этой осенью «Байкал» выступит в Кремле. Пение для драматического артиста не то же самое, что для профессионального вокалиста. Здесь в театре это происходит персонажно от лица какого-то героя. Причем научиться так петь может каждый актер, считает ведущей этого мастер-класса. От классических распевок на расширение диапазона до сложных джазовых упражнений. Бурятским коллегам на совместных с петербуржцами занятиях пришлось петь и отлиться животных. И как если бы они вдруг стали стюардессами, которым пришлось успокаивать подвыпивших пассажиров. Заслуженный артист, музыкальный руководитель Александринского театра, завкафедрой вокала Института сценических искусств Иван Благодер, один из немногих в России, кто серьезно учит вокалу именно драматических актеров, с бурятскими подопечными оказалось легче, чем с некоторыми студентами. Просто прекрасно поют. Чувствуют двуголосие, многоголосие, чувствуют абсолютно интонацию и прекрасно. В благодарность за новые вокальные знания и навыки, технику и приемы, артисты бурятской драмы сами вызвались спеть персонально петербургскому мастеру. Мне все нравится, но, конечно, джазовое исполнение – это вообще что-то бомба просто. Мне кажется, можно даже и какой-то мюзикл выпустить в нашем родном театре. Мы, безусловно, этим займемся. Как во что это выльется, мы поживем, увидим. Художественный руководитель Александринки Валерий Фокин тоже привез в Бурятию один из своих режиссерских хитов – спектакль «Женитьба» по пьесе Гоголя. Степан, едем! «Женитьба» – родной для театра спектакль. Она впервые была сыграна труппой в 1842 году, правда, на петербургской сцене. Комедию о чиновнике, избегающем «Женитьбы», только в постановке Валерия Фокина. Артисты играют на льду в фигурных коньках. Это и эксперимент, и риск, и зачет, и экзамен. Моноспектакль по отрывкам из Шукшина, Шолохова и Шергина. Народный артист России Сергей Паршин обычно играет в царском фойе Александринки, где помещается всего 35 человек. Вот почему имелые купцы нашему языку не обучены, а подняли. В Улан-Удэ количеством аудитории актера с полувековым стажем удивить не вышло. Зато удивила местная кухня. Надо и баранины отведать, и очень надо, советую, попробовать байкальскую рыбу, особенно сига замоченного в самогонке, покрыта кедровыми, покрывалыми орешками. Понимаете, очень-очень вкусно. Самый яркий и посещаемый, конечно, мастер-класс Валерия Фокина. Темы мэтр не заявлял. Считает, в профессии не бывает глупых вопросов. Спрашивали обо всем. От уместности мата на сцене до опыта работы со звездами. У меня с Кабаковым, я все время привожу этот пример, были такие случаи, с Олегом Павловичем с открытой ревизой, когда я, например, неделю уже замечаний при всех. Он не выносил замечаний при всех. Оставив автограф, в конце встречи худрук явно был не очень доволен. За кадром признался, мастер-классы, только разбор и анализ режиссуры должны длиться как минимум неделю. А пришлось и спектакли успевать играть. Женихи очень понравились. Все как на подборах. В целом, в целом восхитительно. Видеть это все живое, очень интересно и завораживающе. Цвета, музыка, сама подача материала очень своеобразная, нестандартная. Эти гастроли – импульс для дальнейшего развития реальных совместных проектов Ассоциации национальных театров России, которую уже два года возглавляет худрук Александринского. Именно находясь в юрте, играя в юрте, там же можно еще и образовательные программы, и лекции, и встречи проводить, которые, так сказать, будут кочевать. И в результате закончится этот фестиваль в одном из городов, в одной из столиц. Новый фестиваль «Театр в юрте» объединит национальные театры из Башкирии, Якутии, Ханты-Мансийского округа и, конечно, Бурятии. Так что первый приезд Александринки на восточный берег Байкала уже точно не станет последним.